Чтоб миллиард не придавил Стоило совраски 27 апреля 8 Чтоб миллиард не придавил Мы не можем включить президента России Владимира Путина в список миллиардеров или богатейших людей России, потому что нет никаких точных данных о его богатстве По информации Business Insider, близкий друг российского президента Владимир Потанин самый богатый человек в России, его состояние оценивается в 22 миллиарда долларов Второй самый богатый человек в России Владимир Лисин с состоянием в размере 21,5 миллиарда долларов Владимир Олегович Потанин, 58-летний бизнесмен, разбогател на никелевой промышленности после того, как организовал аукционы по принципу займа в обмен на акции Владимир Потанин президент компании Норникель, крупнейшего в мире производителя рафинированного никеля Он владеет по меньшей мере тремя роскошными яхтами и потратил 10 миллионов долларов на свадьбу своей дочери на Лазурном берегу Владимир Потанин присоединился к благотворительному движению Giving Pledge, основанному Биллом и Мелиндой Гейтс и Уареном Баффетом Бизнесмен Владимир Потанин утверждает, что намерен передать большую часть своего богатства на благотворительность, а не своим детям Российский миллиардер имеет тесные дружеские связи с президентом Владимиром Путиным, с которым иногда играет в хоккей Вот краткая информация о жизни и богатстве самого богатого человека в России Владимира Потанина, который занимает 37 место в списке самых богатых людей в мире Владимиру Потанину принадлежит 34,6% акций ГМК Норельский Никель, которые принесли ему прибыль в 11,7 миллиарда долларов в 2018 году На долю компании приходится 22% от мирового производства высококачественного никеля и 40% от производства палладия По состоянию на январь 2018 года, на основе собранных агентством Bloomberg данных, Потанин получил более 4 миллиардов долларов в виде дивидендов от Норникеля Миллиардер также контролирует фармацевтическую компанию НПО Petrovax Farm Кроме того, Потанин имеет в собственности несколько объектов недвижимости Сообщается, что он владеет офисными площадями и гостиничными объектами в Москве, а также загородным клубом на окраине столицы Потанин родился в Москве в 1961 году в семье дипломата и врача Он окончил факультет международных экономических отношений и 8 лет проработал в Министерстве внешней торговли СССР В 1990 году Потанин основал инвестиционную компанию Интерос, которая в настоящее время работает в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, горнодобывающая промышленность, недвижимость, спорт, туризм и фармацевтика Руководитель банка Когда ему было 30 лет, он встретился с будущим партнером по бизнесу Михаилом Прохоровым Вместе они учредили банк Международная финансовая компания, а затем объединение экспортно-импортного банка, Аннексинбанк На сегодняшний день он является крупнейшим частным банком в России В 1992 году Потанин стал президентом банка В 1996 году, вскоре после того, как Борис Ельцин был избран президентом России, Потанин был назначен на должность первого заместителя председателя правительства РФ Займу в обмен на акции В 1990-х годах Потанин организовал аукционы по принципу займа в обмен на акции Богатые предприниматели и банки одолживали деньги российскому правительству в обмен на долю в компаниях, занимающихся добычей природных ископаемых В результате крупные предприятия по добыче полезных ископаемых оказались в руках состоятельных людей Благодаря вышеупомянутым аукционам Потанин приобрел нарник или стал самым богатым человеком в России Фактически система займа в обмен на акции создала многих российских бизнесменов-миллиардеров, таких как Роман Абрамович, чье состояние на сегодняшний день составляет около 16 миллиардов долларов Миллиардер имеет тесные связи с Кремлем и, в частности, с Владимиром Путином и Дмитрием Медведевым Потанин участвовал в финансировании зимних Олимпийских игр в Сочи По данным журнала Forbes, российский миллиардер инвестировал 2,5 миллиарда долларов в подготовку горнолыжного курорта к Олимпиаде Любовь к яхтам В 2008 году миллиардер Владимир Потанин купил 70-футовую яхту «Анастасия», которую продал за 84 миллиона долларов в 2018 году В 2012 году Потанин купил новую 289-футовую яхту «Нирвана» с бассейном глубиной 10 метров и площадкой для вертолета Яхта имеет шесть этажей, соединенных главной лестницей, а также стеклянный лифт В 2018 году миллиардер купил новую 289-футовую яхту по имени «Бабра» Помимо яхт, российский миллиардер увлекается игрой в хоккей В интервью Financial Times Потанин заявил, что играет в хоккей, по крайней мере, два раза в неделю и имеет собственный каток для игры Также он рассказал, что иногда играет в хоккей с российским президентом Владимиром Путиным Брак и дети Владимир Потанин был женат на Натальи Потаниной в течение 30 лет, но в 2014 году они развелись и со скандалом делили имущество В интервью бизнес-инсайдер Потанина рассказала, что получила половину состояния мужа, которое оценивалось на тот момент в 15 миллиардов долларов Российское агентство правовой и судебной информации позже сообщило, что Потанина получила 6,8 миллиона долларов компенсации за свою долю в роскошной московской квартире, а также три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье Сообщается, что Потанин женился на женщине по имени Екатерина в 2014 году У Потанина трое детей от первого брака и двое детей от второго брака Его старшая дочь Анастасия Потанина многократная чемпионка России и мира по аквабайку В настоящее время она владеет художественной галереей в Москве Анастасия Потанина вышла замуж за учителя танцев в 2018 году во Франции По слухам, Потанин потратил 10 миллионов долларов на свадьбу своей дочери, которая проходила в роскошном отеле на Лазурном берегу Миллиардер организовал трансфер для гостей на частных самолетах и оплатил проживание в пятизвездочном отеле В 2010 году Потанин заявил, что пожертвует большую часть своего богатства благотворительным организациям, а не своим пятерым детям Потанин обосновал свое решение тем, что хочет защитить своих детей от этих миллиардов Миллиард просто придавливает человека и лишает его всяческой инициативы Благотворительность Потанин стал известен благодаря своей благотворительной деятельности В 1999 году он основал благотворительный фонд В. Потанина для реализации социально значимых долгосрочных проектов в области образования и культуры В 2016 году российский миллиардер подарил 250 произведений советских и российских современных художников французскому центру Жоржа Помпиду А в 2017 году Владимир Потанин был удостоен французского ордена почетного легиона В 2013 году Потанин присоединился к благотворительному движению Giving Pledge, основанному Биллом и Мелиндой Гейтс и Уорреном Баффетом в 2010 году «Я искренне верю, что богатство должно работать на общественное благо, и поэтому я стараюсь внести свой вклад в улучшение мира, особенно будущего моей страны, России», — написал Потанин на сайте Giving Pledge По состоянию на январь 2018 года, на основе собранных агентством Bloomberg данных, Потанин заработал более 4 миллиардов долларов Но в апреле 2018 года российский миллиардер потерял 2,25 миллиарда долларов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против России «Алкабас», «Кувейт», «Балки с Дунья Заташа» «Куп겠어요» «Балка с Дунья Заташа»